глава 4 форма вселенная это закон все что доступно человеческому восприятию все что мы можем видеть исследовать и представить подводит нас к одному есть только вечный непреложный закон изучая мельчайшие единицы материи человек обнаруживает что а там состоит из ядра и постоянно движущихся вокруг него частиц исследуя крупнейшие единицы материи человек понимает что солнечная система имеет центр и постоянно движущиеся вокруг него объекты как странно что мельчайшие и крупнейшие единицы материи которые нам известны построены одинаковым образом это как бесконечное отражение зеркала в зеркале которые существуют в нашем сознании и множит один вечный закон до бесконечности очевидно что в атоме содержится множество подобных ему структур очевидно что вселенная это элемент другой вселенной которые входят в еще одну вселенную и так далее мы чувствуем себя незначительными и потерянными когда представляем бесконечность подумайте о том что наши представления существуют в нашем сознании а значит мы являемся центром этих представлений наша основная идея состоит в том что все в мире создаются мыслями и чтобы восстановать это необычное положение мы вернемся к разговору о природе любой формы что является базовой субстанцией пронизывающие все время и все пространство если разбирая материю на составляющие мы получаем атом а когда расщепляем атом в освобождается энергия то получается что базовой субстанции стоящий за всеми объектами является энергия а что такое энергия это конечно не происходящее как попало взрывы но то что проявляется только в объекте или движение при этом все объекты и любое движение как будто вписаны в некую совершенную продуманную систему информации в которой все взаимосвязано и у всего есть смысл и предназначение непрерывность и значение энергии не оставляют сомнений что вечная основа вселенной это непреложное для всего законы действия которые обуславливают переход субстанции форму этим законам подвластны движение и активация которые являются общими к таких разных по размеру структур как солнечная система и атом действительно если отвлечься от конкретных параметров которые можно измерить и посчитать то мы понимаем что солнечная система и атом идентичны а все потому что они принадлежат единому сознанию единое сознание это первопричина это бесконечная энергетическая субстанция вот из чего сделано все в чистом виде это можно представить как некое информационное движение которые точнее можно было бы назвать законом его основополагающее проявление сосредоточено в центре сил которые на уровне мельчайших объектов представлен атомом а на уровне крупнейших солнечной системы то что рождает бытие этих центров сил не отделимо от закона не является чем-то внешним по отношению к нему природа закона подразумевает такую его реализацию поскольку он это единство жизни и движения информации и энергии которые имеют свойства образовываться в единицах одной частоты внутри вибрирующей вселенной рассмотрим это подробнее попробуем представить что все пространство состоит только из вибрации и нам не нужно задаваться вопросом что это за вибрация или что ее вызывает ведь она это чистое сознание ее действие носят исключительно абстрактный или информационный характер вибрации чистого вселенского сознания происходят на множестве разных частот и вибрации одной частоты неизменно соединяются чтобы сформировать единицу чего-либо такой единицей которая является центром соответствующих вибраций может быть атом или солнечной системы и эта единица являясь проявлением видимой формы и материи становится частицей бытия подчиняясь природе бесконечного закона который действует внутри себя и на себя получившиеся атомы также создают вибрацию еще другие атомы соответствующей вибрации в результате соединения единиц вибрирующих на одной частоте формируется материя известная нам на уровне нашего физического мира таким образом материя сформирована и сознание что более важно сознание существует в материи то есть сознание есть материя так мы понимаем что сознание везде во всех вещах и мы существуем в живой вселенной сознание атома разговоры начали всех вещей и природе материи необходим нам для более ясного понимания того что мысль дает быть ее форме а форма не более чем проявление чистого сознания в котором мы все существуем в свое время томас эдисон раздумывая над процессом соединения атомов друг с другом обратил внимание на очевидный выбор атома как он это назвал когда два вещества вступают в реакцию и атомы одного соединяются с атомами другого то почему атомы соединяются именно с теми атомами с которыми соединяются они с другими и ученые предположил что атом выбирает будет он или не будет соединяться с другим атомом конечно эдисон не выдвигал теория самосознания атома а только говорила его сознание о том что атом делает выбор атом этот кирпичик вселенной этот центр силы несет в себе сознание подчиняясь закону или вселенскому сознанию атомы ищет другие атомы которые имеют соответствующие вибрации чтобы образовать то что мы называем неживой материей воду землю воздух минералы возможно вы скажете что все это хорошо с точки зрения теории о формировании матери во вселенной но что насчет жизни давайте вернемся к пункту о том что вся вселенная живая когда иисус сказал бог не есть бог мертвых но живых он открыл нам фундаментальную истину всего мироздания все сущее живое и все есть сознание и главная движущая сила всего бытия это его стремление расширить сознание иными словами она стремится познать себя хотя мы говорили о сознании атома нет никаких оснований полагать что атома есть самосознание все свидетельствует о том что там обладает сознанием самого низшего порядка он выбирает на его выбор происходит по строго определенным принципам действующих законов если некое количество атомов фибрирует вместе на определенной частоте и в определенной форме например форме камня то у камня есть своего рода сознание но она бесконечно ниже по своему уровню чем сознание атома ведь камень не имеет никакой возможности выбора тем не менее нет сомнений в том что в камне есть какое-то сознание поскольку группы состоящий из единиц сознания определенно должно сформироваться групповой сознания камень существует а значит у него должно быть сознание он состоит из единиц сознания которые неизменно порождают его собственное сознание пусть даже гораздо ниже нашего и вообще неразличимое для нас действительно между камнем воздухом водой и амебой способной к воспроизводству лежит огромная пропасть что же обусловил этот гигантский прыжок расширяющийся сознание и ничего более итак во первых есть энергия которая следует закону проявляется в центрах сил где главенствует полярность положительно заряженное ядро вокруг которого вращается отрицательно заряженный электрон эти центры сил атомы живут своей жизнью имея сознание природа этих маленьких жизней состоит в том чтобы соединяться с другими такими же вибрирующими на той же чистоте так возникает бытие материи которые фактически и не материи вовсе а единицы сознающей энергии во вторых все формы состоят из множества отдельных жизней являя собой сознательное целое или объект имеющие сознание который стремится определить свою цель и дальше мы переходим к третьему положению форма образующиеся из соединения множества отдельных единиц жизни или из множества сознаний является результатом всех этих сознаний как целого иными словами камень это результат сознания камня амеба это результат сознания амебы и человек это результат сознания человек жизнь стремится познать себя сейчас вы снова возможно скажете что все это хорошо только непонятно откуда же берется сознание вся вселенная поглощена грандиозной работой расширяющегося сознания потому что такова его природа она стремится познать себя бог знает себя только в своем проявлении если эта идея вызывает у вас большие сомнения или может быть даже возмущение просто остановитесь на секунду и попытайтесь понять представьте космос во всех направлениях все дальше и дальше бесконечно если вы удалитесь даже на триллионы километров и мысленно нарисуете сферу внутри которой будет земля то что будет за пределами этой сферы единственный ответ еще больше космоса космос или бесконечный разум или вселенский закон или единое сознание не может иметь никаких границ ты как же не что не имеющие границ может вообще себя познать чтобы себя познать она должно сначала сказать я есть вот это а чтобы так сказать нужно стать чем-то имеющим границы чем-то конечным каким-то объектом именно так и происходит с самосознанием она становится объектами при этом она стремится найти расширяющиеся самосознание и судя по всему насколько нам может быть известно самый высокий уровень самосознания она находит в человеке что такое эволюция это стремление жизни уровню сознания равного богу и с течением времени с постепенным развитием нашего сознания мы шаг за шагом приближаемся к этому вот ключ к разгадке чудо жизни и предназначение человек отбросьте мысли о своей незначительности в огромном необъятном космосе нет границ для разума нет границ для расширяющегося сознания предназначение человека состоит в том что его сознание развиваясь будет расширяться до того уровня пока он не достигнет своего единства со всем мирозданием в этот великий день установить мысленный контакт с кем-то кто находится в тысячи километров от вас станет так же просто как сейчас поговорить сидящим рядом человек наш разум преодолеет пространство время и граница формы тогда существование станет существованием духа в одном бесконечном сейчас прошлое настоящее будущее станут одним все пространство станет одним все формы станут одним сознание человека станет сознанием бога все основные метафизические и религиозные концепции говорят об эволюции сознания как об изгнании духа человеческого материальный мир и в качестве наглядной иллюстрации обычно используется великая аллигория адама и елы которые блаженствовали в райском саду но появился змей-искуситель и соблазнил их попробовать запретный плод от древа познания произошло грехопадение человека обнаружил способность поле изъявления и так родилось самосознание понимание своей свободы привело к формированию модели поведения и методов мышления это было началом заблуждений ошибок и зла началом идеи наказания за грехи всего того что естественным образом сопутствует поискам истины теперь давайте посмотрим на это с другой стороны в едином сознании который действует само в себе и на согласно законам своей природы появляются центры сил обладающие сознанием и соединяющиеся с другими такими же центрами сил чтобы образовать материю эта материя обладая сознанием единством сознания всех составляющих ее атомов выражает себя в конкретной форме и стремится познать себя в этом процессе ее сознание постепенно развивается и она становится живущим потребляющим растущим размножающимся объектом тем что мы называем живым организмом расширяющиеся сознание или дух игнорирует границы своей формы и покидает ее так появляется цикл рождения и смерти эволюция набирает обороты одноклеточные соединяясь становится многоклеточными развитие сознания идет дальше происходит уже более сложные эволюционные процессы и вот уже появляются рыбы земноводные присмыкающиеся и попитающие и человек на всем протяжении цепи эволюции мы видим остаточные формы несмотря на то что расширяясь сознание достигает более высокой организации мы до сих пор можем наблюдать сознание более низкого порядка мы в подробностях прослеживаем долгий путь от простейших организмов до человека разумного и это служит нам наглядной иллюстрации процесса расширения сознания в его стремление познать себя таким образом мы должны понять что цель жизни познание расширение сознания постоянное стремление постичь бесконечность чтобы найти свое единство с ней роберт браунинг писал такие люди и сейчас бывают сияют между толпами убогих завяз собой чтоб даровать спасение около двух тысяч лет назад в палестине один такой человек посмотрел на своих собеседников и сказал кто видел меня тот видел и отца эти слова иисуса возведенные в догму прошедший через множество толкования искажений избитые до бессмысленности стали для нас пустым звуком а на самом деле они были великим откровением осознание человек я и отец мой одно 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 во всех людях во всех жизнях во всех вещах и явлениях стремление к сознанию единого стремление к божественному сознанию форма только результат сознания сознание результат мысли а мысль это связь вселенским разумом который охватывает все сущее мысль рождает форму мысль рождает вещи и явления это жизнь которая стремится к познанию себя к расширению сознания естественным образом подразумевает смерть человека и буду застрявший в одном теле остановился бы в своем органичном развитии дом как расширяющиеся сознание ищет новые формы своего выражения ваше тело всего лишь инструмент вашего сознания и способ познания самого себя природа вашего существования предполагает что сознание расширяется и поэтому ваш дух постепенно расстается с телом чтобы вернуться в единое сознание и снова продолжить поиски нового выражения это подводит нас к разговору о реинкарнации если понять что есть только одна жизнь одно сознание и эта жизнь воплощает себя бесконечные миллиарды раз в стремлении познать себя то становится ясно что реинкарнация это неотъемлемая часть вашего самопознания ведь жизнь являясь бесконечным целом существует постоянно выражая себя и эта жизнь ваша вся эта бесконечная жизнь ваша одно бесконечное единство и это истинный вы смерть которой так страшаться это лишь надуманное напрасное сожаление о расставании с иллюзиями и нагромождением понятий созданных сознательном мышлении но об этом мы поговорим подробнее в главе посвященной бессмертию закон проявляющий свои действия единицах центрах сил соединение единиц в материю сознание материи определяющие свою форму сознание стремящиеся познать себя самопознание стремящиеся к целостности сознания к единому сознанию такова схема жизни мы все одно и нашу разделенность не более чем иллюзия возникающие в стремлении единого сознания познать себя воплощаясь материальной форме вечное присутствие понять идею непрерывного присутствия довольно сложно когда я был молод и отказывался воспринимать подобные вещи всерьез а теперь с иронией вспоминаю как бесконечно испытывал терпение дэвида трублада который в то время служил священником стэнфордском университете этот интеллигентный потрясающе эрудированный человек потратил много времени помогая мне выбраться из лабиринта собственных умозаключений с которыми я никак не хотел расстаться дэвид трублад написал множество великолепных книг и некоторые из них я прочел еще тогда в кабинете при стэнфордской церкви мы проводили долгие вечера обсуждая его работы и философские взгляды в один из таких вечеров лучах мягкого света проникавшего сквозь витражные окна мы удобно расположились в креслах и в сотый раз говорили о занимавшим нас предмете когда я в очередной раз высказал свои сомнения в существовании бога дэвид трублад начал рассказывать о великих мыслителях разных времен которые верили в него все равно это обман настаивал я и кто же обманывал этих людей они сами себя обманывали зачем бы им это делать потому что они боятся своей собственной ничтожности боятся смерти однако же многие из них были отважными смелыми людьми отвечал трублад улыбаясь она если бог есть то за время существования человечества кто-нибудь его бы видел многие видели кто например я вы видели бога да но и на что он похож на все и это пустые слова для меня они полны смысла я смотрю на тебя и вижу бога куда бы ни падал мой взгляд я вижу бога он также реален для меня как и ты даже более реален это вечный дух присутствующий во всем и вся и я до сих пор слышу как звучат эти слова в тишине эстенфорской церкви даже тогда не совсем понимая я что-то услышал они с годами мое сознание развивалось и однажды я тоже стал видеть бога во всем наступил день когда моя вера измоченная грозом сомнений укрепилась знанием единое и отдельно исцеление создания обстоятельств и форм посредством мысли никогда не будут доступны тому чье сознание лишь одно из многих отдельных сознаний но тот кто достигает единства своего сознания со всем мирозданием с божественным сознанием может своими мыслями менять формы обстоятельства или лечить ведь внутри такого человека весь мир абсолютно все таким был иисус и тот кто закрывает глаза на все чудеса миссии из назовета лишает себя великой истины которая была открыта миру изможденному поисками и сомнениями человек может ходить по воде воскрешать мертвых накормить пять тысяч людей семью хлебами превращать воду вина однажды человек преодолеет разделенность станет выше формы и будет одним целым с богом все будет одним абсолютной целостностью самоосознающим едином сознании я не призываю вас засесть в своей комнате и попробовать передвинуть стул силой мысли или пытаться воздействовать на что угодно своим разумом добиваясь чудо который пока еще не доступно вашему сознанию вы должны сначала как следует понять что причиной движения стула без приложения физических сил является не выражение вашей воли или мысли а все охватывающие сознание единство с информационным пространством в котором существуете и вы и стул такого уровня сознания смогли достичь очень немногие и лишь в отдельных случаях однако существуют предпосылки к тому что количество таких людей будет постепенно расти но уже сейчас такие явления как лечение силой мысли и другие феноменальные способности точно установлены и зарегистрированы не заставляют нас сомневаться в безграничной силе единого сознания тайная доктрина уже довольно давно существует одно эзотерическое учение которое называется тайная доктрина что в некотором роде отражает характер его распространение на протяжении многих веков она была доступна лишь ученым мужем которые передавали его в основном из уст в уста тем не менее есть немало аллегорических текстов в которых отражено его основные положения тайная доктрина предполагает что человеческая эволюция проходит через семь принципиально значимых этапов то есть развитие человека происходит в последовательном формировании семи коренных рас мы в частности находимся на пятом этапе который начался с цивилизации в персии египте и на востоке согласно доктрине первая раса существовала на духовном уровне вторая начала принимать формы третья состояла из гигантов населявших континент лемурия 4 жила в атлантиде а пятая раса после потопа отсылка к библейской аллегории нового ковчега нашла свое пристанище в европе и ази в своем развитии пятая раса пришла к современному материалистическому миру после которого человечество вернется к единству духа пройдя через шестой и седьмой этапы эволюции сторонники тайной доктрины утверждают что континент и море находился в южной части тихого океана и в качестве подтверждения существования раз и гигантов приводит в пример огромные статуи на острове пасхи высота которых варьируется от 5 до 11 метров нет никаких свидетельств того что при возведении тех статуй использовались строительные леса все подводят к тому что их сделали существа чей рост соответствовал высоте этих статуй в библии сказано в то время были на земле исполины и последователи тайной доктрины говорят что гигантские существа населяли континент лемурия который ушел под воду средстве великого сдвига пластов в результате чего земля поменяла свои полюса и тогда на поверхности планеты остался только остров пасхи и вулканический архипелаг распростиршийся от маркизских островов до новой зеландии такие приверженцы тайной доктрины утверждают что местом развития четвертой расы стал атлантида по их теории этот континент был в атлантическом океане простираясь на несколько тысяч километров от самой восточной его части где теперь находится азорские острова к западу люди населявшие этот континент имели рост около пяти метров их цивилизация превосходила нашу в разы они сделали все известное на сегодня научное открытие а уровень развития их культуры был гораздо выше чем сегодня согласно тайной доктрине атлантида прекратила свое существование когда земля снова поменяла свои полюса вода сильно поднялась поглотил атлантиду а выжившие в библии это мой его жена и спасенное животное нашли пристанище в восточной части среди земноморья тайная доктрина не дает ответа на принципиальный вопрос почему происходит периодическое обновление человеческой расы свидетельство существования этих раз также весьма расплывчаты если не сказать что их практически нет и в конечном итоге остается непонятным кто автор плана по которому согласно этой теории развивается человечество но вот в чем сторонники доктрины придерживаются довольно твердой позиции высший разума непреложный закон это единственная реальность человек стремится к единству духа и потенциально способен достичь вселенского сознания и получить контроль над всем принять концепцию прошлого и будущего который излагает тайная доктрина довольно сложно однако мы не будем заниматься опровержением и защиты этой теории фактически на данный момент мы обладаем не столь уж обширными историческими данными то что нам известно лишь слегка приоткрывается весу тайны и даже если идея этой доктрины искажают историю в аллегорическом плане они могут быть не так далеки от правды вполне возможно что дух человеческий на каком-то самом начальном этапе своего развития существовал в совершенно иных формах которые сегодня нам неизвестны и можно допустить что земля периодически переворачивается ведь каждому астроному знакомо явление прецессии то есть изменение направления земной оси из-за чего смещаются точки осеннего и весеннего равнодействия наша земля вращается как волчок но при этом она еще периодически покачивается смещаясь на оси а любой из нас видел как может повести себя волчок когда во вращении он начинает велеть тайная доктрина также предполагает наличие во вселенной высших существ наблюдающих за человечеством и помогающих ему утверждается что эти существа периодически посылают на землю от так называемых адептов чтобы принести нам новые знания они появляются в нашем мире как учителя или посланники которые порционно выдают нам бесконечную истину согласно доктрине ими были иисус христос ситхартха каутама или будда платон неизвестно в какой части вселенной обитают эти великодушные существа что посылают своих адептов на землю но по всей видимости на какой-то планете солнечной системы другие миры нелепо было бы отрицать возможность того что где-то могут быть существа чью развитие гораздо выше человеческого раз мы утверждаем что все формы это только разные варианты выражения высшего разума и жизнь есть во всем осознание повсюду то вполне логично что жизнь может существовать и в других мирах но даже признавая такую возможность мы тут же зачем-то задаемся вопросом о том какого уровня развития достигла эта жизнь выше или ниже нашего нам уже известно что существуют звезды и планеты которые гораздо старше земли мы знаем что на некоторых планетах климатические условия схожи с нашими с каждым годом мы становимся ближе к тому дню когда космические путешествия станут обычным делом и приблизит нас к разгадке даже тех тайн о которых мы пока не знаем только задумайтесь как расшириться наши горизонты когда преодоление космических пространств станет приятным путешествий как изменится наше мышление в новых условиях гравитации каким будет наше восприятие когда мы свободно сможем разгоняться в космосе и таких невиданных скоростей которые меняют ход времени тогда человек будет смотреть на физические миры и сознавать свое тождество с абстрактным пространством с этим всеобъемлющим разумом который один только и существует относительность материи если говорить о том что человек когда-нибудь столкнется с другими мирами необходимо обязательно рассмотреть такое явление как относительность материи благодаря современным аспектроскопом мы на очень далеких планетах обнаруживаем вещества плотность которых может достигать нескольких десятков тонн на кубический сантиметр подумайте о том что человек воспринимает материю только относительно своего тела для нас существуют вещи твердые мягкие то есть имеющие разную плотность из всех веществ которые можно как-то видеть и ощущать самую низкую плотность имеют газы возьмем к примеру воздух мы движемся сквозь него хотя и осознаем его наличие но мы движемся свободно потому что его плотность ничтожна по сравнению с плотностью наших тел так вот существо тела которого имел бы плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр могло бы двигаться сквозь нас даже с большей легкостью чем мы сквозь воздух такое существо даже не подозревала бы о нашем существовании поскольку она несомненно воспринимала бы физические объекты на абсолютно другом уровне материи вполне возможно что в других мирах есть подобное существо также могут быть существа имеющие настолько низкую плотность относительно наших тел что мы вообще вряд ли подозреваем об их существовании материя невероятно относительно и зависит от воспринимающего ее объекта по своей сути она носит абстрактный характер и принимает вид формы доступной для восприятия тем сознанием который пытается воспринять эту материю вещество кубический сантиметр которого весит несколько десятков тонн состоит из того же из чего состоит и весь наш мир сознание облегает все форму сознание является причиной возникновения формы сознание есть форма сущности материя это не более чем идея в едином сознании относительность времени в связи с освоением космоса вырисовываются совершенно поразительные перспективы связанные со сверх скоростями и абсолютно другой концепцией времени космический корабль в свободном пространстве учитывая притяжение небесных тел сможет описывать огромные круги вокруг ближайшей к нему звезды если из хвостовой части корабля запустить ракету придав ей такую скорость который ответным действием разгонит корабль до приблизительно полутора тысяч километров в час то корабль будет бесконечно продолжать двигаться на этой скорости если только на его пути не возникнет какого-либо препятствия в том числе воздействие силы притяжения или трения если с этого корабля запустить еще одну такую ракету то его скорость разовьется до примерно трех тысяч километров в час если запустить тысячу таких ракет скорость корабля была бы 1 миллион 600 тысяч километров в час после последовательного запуска достаточного количества таких ракет скорость корабля постепенно достигла бы 300 тысяч километров в секунду или около 1 миллиарда километров в час это уже скорость света то есть предельная скорость который мы можем достичь согласно теории относительности масса тела увеличивается со скоростью хотя это ощутимо только на очень высоких скоростях приближаясь к скорости света масса тела становится бесконечно огромной а минута становится дольше при движении со скоростью света время фактически замирает возможно так ученые говорят нам о том что человек не может достичь такой скорость а возможно теоретические выводы о том что время и пространство не есть отдельные константы свидетельствует о единстве всех вещей и явлений в мире в любом случае совершенно ясно что исследование освоение космоса приведет нас к совершенно новой концепции времени пространства и материи но мы можем найти ответы уже сейчас наше сознание это связь между временем и пространством это сосредоточие всего мироздания мы должны понять что все внутри нас приближаясь к пониманию если вы ищете решение какой-то конкретной своей проблемы то вероятно вам кажется что мы слишком отклоняемся в сторону своих рассуждениях но чтобы добраться до ключа вы должны быть подготовлены вам следует в своем сознании достичь истинного понимания того что идеи мысль это альфа и омега всего существования ключ сам по себе это кристально прозрачный алмаз но чтобы добыть его нужно сначала избавиться от наслоения понятий которыми привык оперировать наш разум лучшее что вы можете сделать сейчас проявите терпение практикуйте медитации не торопитесь вдомчиво размышляйте над всеми идеями которые мы вам предлагаем поймите что восприятие пространство времени материи формы имеет принципиальное значение для расширения вашего сознания и в конечном счете для того зачем вы читаете эту книгу то есть для вашей внутренней силы и спокойствия не волнуйтесь и не спешите впереди интересное и тщательно спланированное путешествие вокруг нас бесконечное множество вещей и поразительное разнообразие форм горы моря реки поля луга животное растения минералы а также механизмы и предметы которые придумал и сделал человек огромное количество всего мы практически не замечаем все эти формы воспринимая их как нечто само собой разумеющиеся и не задумываясь откуда они взялись и из чего сделаны как мы на юные в своих маленьких мирах мы так привыкли к постоянству этого многообразия что обманчиво принимаем его за гарантию нашего присутствия в этом мире и мы стремимся упрощить эту гарантию через получение еще больших благ товаров и богатства забывая в тщетное суете а загадки своего рождения и неминуемости смерти а ведь все эти формы состоят из одной базовой субстанции той же самой из которой состоим мы это бесконечное информационное пространство единое сознание и все что есть в нем есть и в нас для существа тело которого имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр стал вашей комнате просто не существует она просто его не заметила бы если бы такое существо наступил на этот стол он бы расплющился но существо в этом даже не знала бы нам известно что стул состоит из атомов между которыми пространство гораздо больше чем самих атомов а внутри каждого атома больше пространство чем материй таким образом мы понимаем что материи как таковой нет есть только информация которая воплотившись форму становится каким-то определенным предметом например стул но если этот стол такой конкретной для нас не значит ровным счетом ничего для кого-то чья плотность миллиона раз выше то отсюда следует вывод что могут существовать формы недоступны для нашего восприятия форма эта идея остановимся на одном интересном и важном моменте существо тело которого имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубических сантиметр не знает о существовании стула просто потому что не может его обнаружить такое существо может воспринимать свет отражены от объектов имеющих плотность сопоставимую с его собственной если бы кто-то из его приятелей рассказал ему о существовании стула она бы ухмыльнулась и ответила что если бы стол существовал она могла бы его видеть или чувствовать как то еще если вы его приятели сказала что место где стоит стул вызывает некоторые изменения в характеристиках световой волны то существо все равно утверждал бы что стула нет и все это просто глупая идея она знает что здесь есть идея это существо интуитивно было бы совсем недалеко от истины для него стул это только идея мысль чем собственно является стул идея в едином сознании состоящие из той же субстанции что и само единое сознание это служит наглядной иллюстрации того что форма не более чем идея форма обусловлена сознанием форма только образец мысли форма по сути состоит из того же из чего состоит мысль двойственность теперь мы подошли к разговору о двойственности нашего восприятия мы живем в двух мирах в мире идеи мыслей и в мире вещей обстоятельств при этом мы привыкли думать что идеи это наш способ ориентироваться вещах и явлениях на самом деле вещи и явления это не более чем образы наших идей в трактате государства платон привел в качестве аллегории изображающий наш мир пещеру люди живут как будто в пещере и по своей натуре смотрят только в одном направлении на стену этой пещеры и пляшут их тени в свете огня находящегося у них за спиной люди принимают этот мир теней за истинную реальность но когда один из них обернулся и увидела что все это было иллюзией другие стали говорить что это неправда и он заблуждается и продолжали смотреть на тень истина не в том мире который мы видим а внутри нас удел того кто сосредоточен на внешнем мире воспринимать только эффекты и последствия тот же кто обращается к себе и своему сознанию имеет дело с причиной и источником всех вещей как они есть четвертое измерение наука уже давно обращает внимание на то что мы не понимаем природу формы ученые говорят что мы рассматриваем далеко не все характеристики формы одна из таких недостающих характеристик в итоге стало четвертое измерение которому посвящено немало научных трудов три известных нам измерения перпендикулярно друг другу и какое-то время ученые ориентировались на то что четвертое измерение тоже должно быть перпендикулярно всем другим в пространстве с новой концепции объединения пространства и времени эта идея утратила свою актуальность однако поиски четвертого измерения продолжались ведь было ясно что для полного понимания вещей нам не хватает чего-то принципиально важного русский мыслитель петр демьянович успенский в своей книге тетриум органом ключ к загадкам мира предположил что жизнь стремится к познанию семи возможных измерений каждый из которых будучи еще непознанным выражается как некое движение например он говорит что амеба живет в одном измерении и для нее существует только то что пересекает линию воспринимаемое ее сознание собака видит два измерения высоту и ширину третье измерение она воспринимает только когда она проявлена в движении таким образом успенский делает вывод о том что человек воспринимает четвертое пятое шестое и седьмое измерение также как проявление своего рода движение и в конце пути когда человеческое сознание разовьется в достаточной степени вселенная откроется ему как константа живущие в семи измерениях в своих размышлениях философ оперирует четырьмя измерениями вместо трех говоря о том что все они существуют в пространстве времени ведь время синонимично движение не будем спорить по сути энштейн изложил то же самое материя расширяется по мере своего движения до тех пор пока при скорости света она не находится везде в одно и то же время который является любым временем и всем временем то есть замирает таким образом он говорил о том что когда движение бесконечно в своей скорости время пространство и материя становится одним какой же вывод можно сделать из рассуждений успенского и энштейна получается чтобы великих мыслителя пришли к пониманию одного и того же за иллюзии разделенности кроется великое единство в котором пространство время и конкретные формы это все одно бесконечный дух присутствующий во всем высший разум или единое сознание возникает логичный вопрос если это так то зачем нужна эта иллюзия разделенности какова цель существования отдельных вещей жизни единственно разумное объяснение которое можно найти состоит в том что единое сознание становится вещами и явлениями в своем стремлении познать себя потому что познать себя будучи бесконечностью она не может таким образом мы можем сделать только один вывод единственная цель развития жизни расширение сознания бог стремится познать себя становясь чем-то отсюда следует что эволюции человека направлено на то чтобы самоосознание расширялась до бесконечности доступ к тайнам вселенной всегда открыт однако разгадка этих тайн часто упирается в то с какой стороны мы на их смотрим если нужно разгадать тайну какого-нибудь заговора то самым оптимальным способом будет поставить себя на место каждого участника чтобы понять его точку зрения посмотрев на ситуацию со всех сторон можно сделать обобщающие выводы и тогда разгадка становится очевидной иллюзия разделенности наших жизней всего лишь точка зрения игры нашего сознания заставляют нас думать что мы ничтожны по сравнению с величием всего мира мы воспринимаем себя как узников бренного тела и уверены что лично и я каждого из нас существует в границах физически занимаемого пространство мы понимаем что вокруг нас огромная вселенная мы видим что в мире есть бесчисленное многообразие форм прогуливаясь по пляжу мы задумываемся о том что посчитать все эти песчинки просто невозможно но что-то внутри нас робко подсказывает если не было бы моего сознания то этого всего тоже не было бы но в то же время нас преследует мысль о том что тогда кто-то другой мог бы все это наблюдать и она все равно бы существовал в конечном итоге мы запутываемся не до конца понимая что же такое наше личное я что такое я среднестатический билл смит писательница мэри стюарт или печально известный джим джонс любой человек обозначает себя свою личность используя одно и то же слово я когда кто-то говорит я под этим часто подразумевается имя биография и опыт однако на самом деле человек просто говорит здесь и не более того он имеет в виду что находясь в определенной точке своего развития и состояния он осознает какие-то свои мысли и желания которые хочет выразить словами или действиями я голоден значит что здесь и сейчас человек осознает что он хочет поесть пожалуй я прогуляюсь что находясь здесь человек хочет пройтись и попыть где-то еще более того любое я это не константа это очень нестабильное понятие каждый я представляет собой сотни или возможно тысячи а то и миллионы разных я шекспир писал весь мир театр в нем женщины мужчины все актеры и каждый не одну играет роль в течение своей жизни мы примеряем на себе множество ролей каждый из которых это еще одно я на пути постоянно развивающегося сознания вы уже не тот человек которым были десять лет назад ваше сегодняшнее я уже не такое каким было в начале прошлой недели ваше я будет другим даже когда вы просто закончите читать эту главу любое ваше я очень мимолетно она существует лишь в отдельно взятый момент каждый мысль который приходит вам в голову в то же самое время делает ваши я другим вы продукт собственного мышления в каждый момент жизни вы являетесь суммы накопленных к этому моменту своих мыслей любая новая идея меняет ваше сознание и самовосприятие ваше я не похоже на чё бы то ни было ведь только вы можете думать так как вы личность человека это его образ мыслей в мире не найдется и двух людей мышление которых было бы абсолютно одинаковым и так будет до тех пор пока человечество не достигнет уровня единого сознания иллюзия отдельности одним из самых больших барьеров для понимания единства жизни является мысль о том что если мы все это одно сознание то почему я это я они кто-то другой или вообще все другие но дело в том что вы на самом деле есть любой другой и вообще все другие разница между вами и другими состоит лишь в различии ваших мыслей поскольку личность каждого человека это то что он думает вы слишком привыкли осознавать себя в рамках собственного тела поскольку вам кажется что ваше сознание только ваше и больше ничего вам трудно понять что вы и другой человек это одно но все было бы намного проще если вы и другой человек имели бы одни и те же мысли и абсолютно одинаковую их последовательность тогда вы оба осознавали бы себя как один и тот же человек и ни секунды не сомневались бы что живете в одном и том же теле во вселенной нет абсолютно одинаковых вещей не найти двух одинаковых песчинок двух одинаковых снежинок или двух одинаковых деревьев вселенная стремится создавать бесчисленное множество разных вещей из одной базовой субстанции она по своей природе не может сделать двух вещей которые были бы совершенно идентичны если две идеи полностью совпадают то это одна идея которая порождает только одну вещь ваша уникальность вы думаете о себе только благодаря своим мыслям поскольку ваши мысли отличают вас от любого другого человека вы воспринимаете себя как отдельный объект во вселенной огромное количество ваших мыслей возникло под влиянием информации получаемые посредством органов чувств и ваше мышление во многом обусловлено жизнью физического тела таким образом ваш опыт и ваши мысли отделяют вас от единого сознания вы привыкли видеть все вокруг как нечто внешнее и отдельное от себя вы все еще не можете отвлечься от собственной обособленности но будьте уверены единственный путь развития самоосознания это расширение его до уровня когда она начнет охватывать все вещи все явления всю жизнь царство божие внутри нам необходимо понять что любая материя все формы и каждое я это только одно сознание внутри нас мы должны принять его в себе использовать его и полагаться на него нам следует помнить что мысль создает формы вещи явления что мысль делает нас теми кто мы есть наша разделенность обусловлена только стремлением к самопознанию но при этом все в мире едино мы должны постоянно стараться расширять свое сознание отождествляя себя со всеми вещами явлениями и людьми в тихие часы досуга спокойной обстановке нам следует искать контакт с единым сознанием где хранится вся информация и откладываются все мысли и это направит нас на верную дорогу к знаниям и совершениям нам необходимо признать все побеждающие силы мысли понять как она делает нас тем что мы есть и как она создает формы обстоятельства и движет вселенной мы должны оберегать себя от негативного мышления и не принимать обстоятельства за основу жизни развивая расширяя свое сознание понимая всю его мощь мы способны научить своих близких контролировать свое мышление мы должны стараться объяснить людям что все проблемы этого мира начинаются с мысли что на самом деле наш потерянный рай и всегда с нами и царство божие внутри каждого из нас представьте панораму своей жизни мысленно охватите все что вас беспокоит все проблемы и обстоятельства а теперь постарайтесь расширить свое сознание чтобы увидеть все это как часть единого живого организма устремите свой внутренний взор в жизнь вселенной которая непрерывно выражает себя становясь множеством вещей и явлений понимая что сознание это единственная истина и все формы порождаются мыслью почувствуйте свое тождество со всем что есть в мире где-то за барьерами привычного вам мышление существует сознание всего сознание как целое или разум которому известно все единое сознание для него нет ничего невозможного и вам доступна вся сила его действия когда вы по-настоящему поймете что причина всего мысль для вас перестанут существовать любые границы кроме тех что вы создаете сами работая со своим сознанием вы научитесь абстрагироваться от своего тела и перестанете воспринимать себя как нечто незначительное масштабах всей вселенной просто понимая что физическая форма и размеры не играет никакой роли для расширяющегося сознания вы сможете посмотреть на бесконечность пространства и вечность времени с высоты абсолютно полного спокойствия ведь тогда вы будете знать что объяснением всему служит сознание которое по своей сути не может быть ограничено пространственно временными рамками то что в миллионе световых лет от нас есть звезды еще не значит что вы ничтожны в этом мире разве ваша мысль не способна преодолеть это пространство в одно мгновение посмотрите на все величие силу того сознания который живет вас с какой легкостью она игнорирует ваше тело и имея такую силу в своем распоряжении разве не совершает человек самое большое зло когда расставляет знаки парохода нет повсюду в своем мышлении ограничивая обрекая себя на болезни неудачи страдания и несчастья нет ничего невозможного бытие ничем не ограничено сознание может сделать все что может воспринять все что сознание воспринимает она делает эволюции движется в одном направлении вперед и нет предела совершенству кроме единства с боком человек это центр вселенной мы живем на крутящемся шаре которая вращается вокруг звезды наряду с другими подобными шарами меркурий венера земля марс юпитер сатурн уран нептун и плутон вечные пленники солнца которые движутся по непреложным законам бесконечности но все они лишь точки в пространстве представьте если бы солнце было в диаметре один метр то меркурий был бы размером с маленькое зерно и находился бы в 42 метрах от солнца тогда земля была бы как крупная горошина и вращалась бы в 110 метрах от солнца а самая большая планета юпитер по размеру была бы похожа на большое яблоко и находилась бы в пятьсот шестидесяти метрах от солнца и это только лишь одна солнечная система из бесконечного множества подобно материалисты которые рассматривают жизнь как стечение обстоятельств в мире многообразия материи говорят что жизнь по большому счету ничто из их позиции человек слишком незначительно во вселенной тот кто придерживается подобных взглядов может каждый день пользоваться вещами и даже ощущать радость подобную той которую поначалу испытывал мидас когда превращал в золото все к чему прикасался но когда дух такого человека распрощается с его физической оболочкой и раствориться в неизвестном для материалиста пространстве не найдется таких фургонов куда можно было бы погрузить все эти важные при жизни вещи чтобы взять их с собой материи форма только инструменты нашего мышления всего лишь пешки в игре расширяющегося сознания это подобно тому как раз вместе разыгрывает воображаемую партию у себя в голове вместо того чтобы просто переставлять фигуры на доске человек центр вселенной конечно не физическом плане а на уровне сознания быть в каждый момент в любом месте быть всегда и везде вот что такое единое сознание которое есть в человеке сознание порождает форму и властвует над всем если твердо это знать научиться правильно использовать можно в корне изменить свою жизнь нет смысла в том чтобы сетовать на судьбу и расстраиваться из-за проблем по свои перед обстоятельствами и придавая большое значение материальному миру все имеет свое начало в сознание все рождается мыслью и происходят настоящие чудеса когда в умиротворенной тишине душа пробуждается в своей божественной сути вы существуете как личность потому что вы думаете и ваши мысли это самое важное из всего что вы делаете фактически это единственное что вы делаете ваши мысли дает быть ее формам и обстоятельства ваши мысли это единственный инструмент для расширения вашего сознания и в первую очередь вы должны заботиться о том о чем думаете во что верите и как относитесь к себе все это уже сделало вас тем кто вы есть и все это влияет на то кем вы будете если вы хотите в своей жизни прогресса движений благополучия любви энергии вы сразу будете отвергать каждую негативную мысль посетившую вашу голову вы не примете для себя ни одной идеи противоречащий добру вы станете мыслить только позитивно и тогда вселенная ответит вам неимоверными дарами основные идеи непреложные законы действия являются базовыми и вечными во вселенной вибрирующие вселенная воздействуя на себя порождает центры сил например атомы или солнечную систему эти центры сил объединяются с другими центрами сил имеющими такие же вибрации так формируется материя центры сил из которых состоит вселенная формируется и действует по непреложным законам высшего разумного порядка и обладают сознанием мы существуем в живой вселенной нет ничего не живого поскольку все формы несут в себе вселенский разум являются идеи в едином сознании те объекты которые воспринимаются нами как живые организмы просто достигли того уровня развития когда мы можем обнаружить в них сознание жизнь в целом это процесс посредством которого единое сознание стремится познать себя становясь вещами и явлениями эволюция это расширяющиеся сознание развитое самосознание присущие человеку это необходимый шаг на пути расширяющегося единого сознания предназначение человека расширять свое сознание до уровня полного единства и тождества с богом форма порождается сознанием форма есть сознание таким образом мысль создают формы мысль творец всего все жизни это воплощение одной жизни которая проходит бесчисленное множество реинкарнаций чтобы обрести себя в едином сознании в течение многих веков ограниченный круг посвященных владел знанием о тайной доктрине согласно которой высшей точкой развития человечества станет абсолютное единство духа тайная доктрина описывает прошлое будущее человечество однако при этом не приводится достаточных доказательств или обоснований материя относительно и представляет собой комбинацию центров сил или сознание в движении время и пространство также относительны и являются только идеями содержащимися в едином сознании человек проживает свою жизнь на уровне сознания и на уровне физического мира но на самом деле эти два уровня составляют единое целое личное я это продукт мышления человека она постоянно меняется и в каждый отдельный момент я мыслится по-другому мы слишком привыкли ассоциировать я собственным телом настоящее я бесконечно вечно едино и несет в себе все мироздание царство божие внутри нас мы это то что мы думаем мысли становятся вещами и явлениями поэтому нужно быть избирательным в своем мышлении мы до сих пор не подошли к разговору о конкретных проблемах и до того как мы начнем говорить о любви успехе и здоровье нам предстоит осилить еще три главы стоит отметить что современный человек очень нетерпелив и сразу хочет получить ответ на вопрос что делать то в своей гонке за временем мы стремимся узнать все и как можно быстрее избалованная берем информации мы думаем что можем в чем-то разобраться без особых усилий сегодня мы ничего не хотим делать но завтра мы мечтаем прославиться надеюсь на чудо мы забываем что над всем надо работать и всему учиться было бы глупо полагать что можно развить свое сознание не понимая что оно собой представляет и как минимум нелепо считать что существует краткая инструкция для решения тех извечных вопросов которыми мы постоянно задаемся в своей жизни если бы ответы лежали на поверхности человечеству все давно стало бы ясно проявите терпение нужно с особой тщательностью заложить основания для вашего прогресса вы должны понять что все что вы узнаете из этой книги нельзя воспринимать как чудодейственное средство или волшебные пилюли которые могут сработать а могут и нет законы о которых говорится в этой книге работают всегда и ничто и никто на земле не может остановить их действие мы не придумывали эти законы и не можем их отменить они существуют вне зависимости от нас вам нужно просто знать о них и уметь их использовать эти законы действуют стопроцентно их невозможно обойти если вы пытаетесь применить их для достижения успеха но терпите поражение то дело не в законах дело в вас именно вы не выполнили необходимые условия мыслить позитивно о том чего хотите значит ваши мысли о неблагоприятном исходе были сильнее вашей убежденности в успехе а законы сработали как и всегда худший враг человека его скептицизм чтобы критиковать много ума не надо а вот чтобы что-то придумать и сделать нужно немало труда и умений как говорится ломать не строить мир держится на созидании а для того кто стремится к разрушению нет другого исхода кроме уныния и отчаяния однако есть люди которые знают о царстве бога и человека эти люди говорят о том что свобода человека его сознание мысли это мир жизнь это мысли пробудитесь чтобы увидеть свою силу избавьтесь от своих врагов сомнений страхов самобичевания и ужаса перед смертью просите дано будет вам ищите найдете стучите и отворят вам для человека не может быть слишком большой мечты или слишком высокой вершины нет ничего невозможного в четвертой медитации мы говорим о том что все формы обстоятельства это лишь проявление единого сознания что любая вещь и каждый человек сделана из одной субстанции и существует только как выражение вселенского разума к вам приходит все что вы признаете и принимаете за правду отбросьте сомнения не поддавайтесь беспокойству о спешке или страхом то что знает все и может сделать все живет внутри вас и внемлет даже самому тихому слову четвертая медитация я знаю что во мне вся жизнь моем сердце моем сознании в глубине моего существа бескрайнее море спокойствия и полная безмятежность ведь я вижу истину и отрекаясь от суеты вокруг меня мысли всего человечества которые стали вещами и явлениями я принимаю те из них что несут добро я игнорирую все что несет зло я стремлюсь к истинному знанию которое всегда подразумевает красоту добро и разытие моё сознание с легкостью преодолевает любые пространства во всех направлениях и все же остается со мной я центр вселенной бог единое сознание воплощается во мне моя задача расширять познание постигать бесконечность стремиться к любви и единству я доверяюсь своему будущему все мои проблемы во власти вездесущего сознания для которого нет ничего невозможного я не жду что все должно решиться каким-то определенным образом я знаю точно все обстоятельства моей жизни несут в себе высший смысл притворить мою веру физическую реальность даже в этот момент вселенная стремится ответить на каждый мой запрос по вере моего сердца да воздастся мне и это закон жизни и бытия я вижу величие во всех людях независимо от моих симпатий среди множества дорог мы все ищем одну высоту бога создавшего всех существ в их совершенстве ибо он творит по своему образу и подобию я бесконечно богат ведь у бога есть все я обладаю огромной энергией ведь бог всемогущ когда я открываю свое сознание посвящаю свои мысли истине и освобождаю свою душу тогда мощная сила добра и любви вселенной наполняет меня а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok